Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбек неима мы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, а Духе Святом доброго всем дня и хорошего настроения. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса, родила и си душ наших. Говорит о сегодняшнем событии возлюбленный тропарь к Божьей Матери. Всеми верующими знакомый, у многих он в молитвенном правиле значится. «Днесь спасение нашего главизна, ежедвека таинства явления, Сын Божий, Сын Девы, бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопием. Радуйся, благодатная, Господь с Тобою». С Благовещением, дорогие мои! С этого дня Бог, невидимый, неосязаемый, Который есть Дух, Который везде сы и вся исполняй, приобретает человеческую плоть. «Слово стало плотью». Сегодня зачатие Господа нашего Иисуса Христа от Марии Девы и Духа Святаго. С этого дня, с дня Благовещения, в очреве Марии нам образуется жизнь, жизнь нашего Спасителя и Господа. И пройдет 9 месяцев, и 7 января на свет Божий появится 9-месячный младенец, ну, который уже 9 месяцев вжил в Марии, в маме своей. А до этого будет встреча с Елизаветой, родственницей, к которой Мария придет ее навестить. Она была не праздна на полгода раньше, и Мария на пятом месяце приходит к Елизавете, а та, ощутив внутри взыграния младенца, который каким-то образом дал сигнал, что пришла не просто Мария, а пришла Богородица, то есть та, которая родит Бога. И тут Елизавета и вскричала, что «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуду мне сие, да прииди, мать и Господа моего, ко мне? Ибо, когда услышал я глаз твоего приветствия, взыгрался младенец в моем чреве, дал сигнал». А Мария говорит, что «Презрел Господь на смирение рабы Своя, отныне углажат мя всероди, яка возвеличил меня Господь». Благовещение. Удивительный день, день, который в жизни каждой семьи, в жизни каждой матери может быть днем благословения, потому что Господь дает радость и счастье материнства. Если мы это воспринимаем как волю Божию, и как Божие благословение, и как возможность обрести счастье здесь, на земле, потому что счастье, оно от любви, а любовь, она от готовности и от действия жизнь свою отдать за ближнего своего. И всякий ребенок, призываемый Богом в этот мир, он и есть эта возможность, если человек не встает в позицию богоборчества. 27 декабря 2023 года Священным Синодом на заседании был принят документ о защите жизни, о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия. И в этом документе очень подробно, с точки зрения Священного Писания, с точки зрения Божьей, говорится о том, что жизнь человеку дается в момент слияния двух клеточек, мужеской и женской. В этот момент Господь дает человеку вечную бессмертную душу. И там настолько это ясно и понятно разложено. Но просто столько несчастных семей в жизни встречаются из-за того, что не хотят понести волю Божию, выполнить волю Божию о себе, о своей семье, о замысле о них. Но потому что есть Божий закон, и есть человеческая природа. Вот мы говорим, что сейчас идет война. На войне солдаты, они вынуждены убивать противника. И, казалось бы, это необходимость военных действий. Но даже справедливое убийство на войне, оно не проходит бесследно. Оно оставляет глубокий шрам, рану на душе человека. Потому что это только вороны могут, ну, как бы, спокойно клевать себе подобных. Вот машина сбила ворону, другая прилетела, съела, и на дороге ее доедает. У человека не так. У человека есть бессмертная душа, на которой отражаются те действия, которые он совершает. То, что мы называем грехами. Если грех тяжкий, смертный, он все равно оставляет след на душе. И душа болит, душа мучается. Но это война, а это убийство собственного младенца. Грех по тяжести, многократно превышающий даже такое преступление Божьего закона. И вот как бы так посмотреть на эту жизнь, как бы так посмотреть в сторону Бога и в сторону Марии, Девы, которая сегодня зачала Сына Божьего и которая понесла его под сердцем. Как бы так нам вглядеться в этот образ Матери и понять, что это удивительное счастье. Оно может быть счастьем, но может быть при преступлении заповеди Божией источником глубокого несчастья и душевной травмы. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Господи сил помилуй нас.